Субтитры подогнал «Симон» 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 своих грехов именно ради научения смиренно-мудрию, ради привыкания к тому, чтобы искать, прежде всего, вину в самом себе, и мы это делаем. И, соответственно, семья — это такое место, где человек этому может научиться прямо сегодня, прямо сейчас. И если человек этого не понимает, то семья не будет развиваться в духовном отношении. Почему у вас семья есть место спасения? Как сказано в Священном Писании, что Господь устроил спасение посреди земли? Исторически, во времени, материально это произошло в Иерусалиме, и он является духовным центром. Но духовно место спасения — это, прежде всего, есть церковь, и как образ церкви домашняя церковь. И поэтому семья в этом смысле есть место, где Господь в образ своей церкви совершает с каждым из нас спасение. Поэтому сегодня Святая Церковь и Святейший Патриарх лично очень сильный, большой акцент ставит именно на воспитание, на сохранение, на укрепление семьи, как домашней церкви, потому что это есть первичное место спасения. Если, как говорит апостол Павел, человек не может пищись о церкви своей, то есть о домашних, то он хуже неверного. И в этом очень много смысла, очень много глубины, потому что семья, она человека задействует не просто в уме, в словах, в душе. Семья — это весь человек. И всё, что происходит в семье, это происходит глубинно. Хотя многие, может быть, этого не замечают. И на самом деле для человека всё, что происходит в семье, это очень близко он переживает, потому что смириться перед кем-то другим это человек может сделать временно, но смириться, допустим, перед мужем, перед супругой, ведь он понимает, что это нужно будет делать постоянно, и это на самом деле стабильный перелом в его духовном настроении. Это не разовая такая вот акция, да, то есть когда человек что-то делает, это именно уже призыв к стабильному самоукорению, к стабильному исканию причин грехов в самом себе. У нас есть вопрос из группы ВКонтакте, задаёт его Роман из Ярославля. Батюшка, расскажите, пожалуйста, если возможно, про венчание и про обстоятельства, при которых могут отказать венчание. Ну, венчание – это прежде всего, как это в древности было, благословение Божие на брак. Брак установлен Богом ещё в раю до грехопадения, поэтому брак – дело Божие, и дело самое основное, которое было Богом учреждено ещё в роду. Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю, и Господь создал человеку и жену плоть едину. Сегодня просто есть некоторые люди, которые говорят, что брак – это последствие греха, это ересь. И Церковь всегда это мнение отвергала и говорила, что брак – это богоустановленное действие, и оно установлено для всех людей вне их различия по конфессиям, по верам, без разницы. Бог устроил это для всех людей. И поэтому Церковь, определение архиерейского собора на современные вопросы сегодня конкретно ответствовала, что брак всех людей считается браком, но он не освящен венчанием, то есть на него нужно призвать через венчание Божьей благословения. И поэтому Церковь, она издревле, когда еще не было самого, так сказать, чина таинства венчания, всегда не спосылала благословения на только что учрежденный брак, потому что в древности люди заключали между собой договор, приходили к епископу в храм, и епископ давал им благословения на уже создавшийся брак. Так вот, когда человек приходит в храм сегодня на венчание, он приходит прежде всего за благословением. Что такое благословение? Это доброе слово от Бога, чтобы нам услышать от Бога пожелания, и именно чтобы Господь в своем слове дал нам силу осуществить именно мирное, спасительное житие, осуществить в своей семье домашнюю церковь. Что же касается препятствий, то сегодня в связи с участившимися разными беззакониями, обманами священнослужителей, то церковь, она вела такую ограничительную меру, потому что многих людей, которые приходят венчаться, священники не знают, видят впервые, и поэтому всегда требуется документ о регистрации брака, что брак зарегистрирован, брак состоялся, люди заключили между собой союз, договор, все, приходите и получите освящение и благословение на брак. Ко мне как-то подошел один человек и сказал, батюшка, повенчай меня с женой. Я говорю, хорошо, а вы зарегистрированы? Нет, я зарегистрирован с женой. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну как ты не понимаешь, я со своей женой зарегистрирован, а с этой я хочу для Бога повенчаться. Там я как бы для людей, а здесь для Бога. И поэтому, чтобы миновать такие вот странные понятия, о браке, о целомудрии, о чистоте, в церковь вводят некоторые такие ограничения. Плюс к этому еще должно быть благословение родителей, потому что благословение родительское утверждает домы детей. У нас есть звонок из Самарской области, мы вас слушаем, здравствуйте, говорите. Добрый вечер. Добрый. У меня такой вопрос, батюшка, вот сейчас мода такая поваленная, что парни и девушки сходятся, живут, и много лет живут, и считают, если как бы выразили считать, что они муж и жена, что их якобы семья, а на самом деле что это, как это относится, и как удалить детей вот от такого вида снизу? Ну, на самом деле по-римскому это конкубинат, то есть сожительство, а по-настоящему истина, то есть это есть блуд. Сожительство блудное, когда люди, не создавшие брака, смешиваются, то есть дают себе общение плоти между собою. Это есть грех смертный, грех тягчайший, который убивает душу человека и дает возможность демонам просить у Бога смерти этим людям, потому что грех их тяжкий и смертный. Что же касается того вопроса, как от этого уберечь детей, конечно же, по возможности через приобщение их православной вере, целомудрию, чистоте, честности воспитывать в них именно такие вот качества, которые человеку будут уберегать, потому что мы с вами много знаем примеров, даже среди неверующих людей, которые воспитывают своих детей в чистоте, говорят, что нужно обязательно, родители должны говорить о том, что если ты выходишь замуж, то между вами телесная близость, который, конечно, уже с отроками нужно разговаривать после уже десяти лет, конечно, об этом нужно говорить, что все интимные дела, они должны совершаться только после брака. Поцелуй, держание за руку, это только с мужем. До этого ничего делать, этого нельзя. И это нужно прописать в сердце, в уме на плоти человека, на плоти нашего ребёнка, и он будет иметь большую возможность этого не сделать, потому что совесть, которая будет просвещена такой заповедью родительской, заповедью Божией, она будет уже ребёнка удерживать. А то, что сегодня это происходит, происходит лишь только потому, что по телевизору, в окружении люди всё это видят и говорят, а все так делают. и соответственно мы должны прежде того, как они услышат это, все так делают, на сердцах наших детей прописать Божественную истину. Но если ребёнок уже после этого, конечно, нас не послушает и сделает свой выбор, здесь, как говорится, будем молиться, просить у Бога прощения грехов и исправления. Как многострадальный Иов возносил жертвы Богу за своих детей, хотя, может быть, они согрешили, но вдруг они согрешили и оскорбили Бога, также в этом случае будем молиться и надеяться, что всё, что не делается, Господь, конечно, делает на пользу каждого человека, потому что выбор человека, он перед Богом свят, Господь выбор человека никогда не будет насильно отменять, но Господь, безусловно, каждого человека через разумление будет вести ко спасению. Поэтому с детства нужно, чтобы в семье была благочестивая атмосфера и мы вещи называли своими именами. Есть блуд, есть брак, есть измена при любодеянии, то есть всё должно быть названо своими именами. Грехи есть грехи. Следующий звонок, Ульяновск, на связи, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Батюшка, здравствуйте, ведущая. Добрый вечер. У нас сейчас тема посвящена вашей передаче браку, и я хотела бы задать такой вопрос. А если вот получилось в семье так, что муж мне открыто сказал, что он женился без любви, и сейчас у нас дети уже выросли, но мы продолжаем жить вместе, и если бы было ему куда уйти, он бы давно уже ушел, потому что он мне тоже сказал прямо, что живет с детьми, а не со мной. Вот как быть в такой ситуации? Как в такой ситуации быть? Нужно все оставить как есть. В каком смысле? В смысле, что не надо усугублять ситуацию, и если сказал нам человек, что у нас, допустим, вышел, ну или женился без любви, то есть просто не обращать внимания, потому что любовь, так называемая, по которой люди очень часто выходят замуж или женятся, не есть та духовная любовь, в которой люди действительно приходят к Богу. Это не то. И мы знаем, что до революции не только наша страна, но и многие европейские страны, все выходили замуж без этой любви, в большинстве случаев. Потом они же дружно жили, слушались мужей, мужья любили своих жен, рожали добрых детей, воспитывали их. И в эквиваленте посмотреть сегодня, когда люди выходят по любви, при любодеянии было меньше, измен фактически не было, блудеяние, в общем-то, вообще не водилось, за редким исключением. Все это было очень строго. И поэтому, когда сегодня, после 40, когда дети вырастают, у многих людей возникает такая проблема, то я считаю, что на это не нужно обращать внимание, то есть лично не обижаться, но нужно употребить все усилия для того, чтобы сохранить дружбу, потому что дружба это и есть основа для того, чтобы в людях выросла духовная любовь между собой. И не обязательно, чтобы была плотская любовь, потому что люди, если у них бывает плотское чувство ослабевает, они могут спокойно жить вместе, основываясь на дружбе. Поэтому любите друг друга именно заповедями Божиими, смиряйтесь друг при другом, не раздражайтесь, долго терпите. И именно вот эти духовные качества пробудят в человеке, потерявшем плотскую любовь, именно любовь духовную, именно благоговение и веру в Бога. Помоги, Господи. Следующий звонок. Дмитрий Уград на связи. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Здравствуйте. Я в своё время очень сильно снял в голову. Что мне за это будет как вытекается? И стыдно подбираться не будет. Ответьте, пожалуйста. Если этот грех будет нераскаянный, соответственно, то апостол Павел пишет, что «уча всех блудников и прелюбодеев в озере Огненном. Блудники, прелюбодеи Царствия Божия не наследуют». Поэтому должны это точно помнить и раскаиваться перед Богом в своих грехах. Что значит раскаяться? Это значит сожалеть до глубины души о содеянном, обещание Богу, чтобы мы никогда этот грех уже не делали. Возненавидеть этот грех и ежедневно оплакивать себя как человека умершего и тяжко согрешившего. Никогда эти грехи не забывать, несмотря на то, что Господь нам на исповеди будет их прощать, но если они будут смущать и все время постоянно всплывать, об этом нужно не каждую исповедь, но периодически исповедоваться, но каждый день об этом вспоминать в молитвах, каждый день раскаиваться перед Господом со слезами и безусловно Господь простит любой грех, если мы будем непрестанны в своих молитвах о прощении наших грехов. Еще хотел бы сказать, что не только вам, но всем нам, всем до единого человека на земле, нужно найти такой грех, который постоянно бы смущал нашу душу и своей тяжестью омрачал как бы наше радостное состояние. Для чего? Для того, чтобы мы жили всегда в чувстве покаяния перед Богом. Потому что настоящее покаяние, настоящее раскаяние дает настоящую подлинную радость о Боге, о Его всепрощении, о Его любви. Только в чувстве покаяния у каждого из нас рождается смиренное, тихое состояние нашего Духа, питающегося радостью всепрощения Божьего. Поэтому чувство раскаяния в этих грехах берегите, грехи не забывайте и благодарите Бога, что Господь дал вам еще в этой жизни время пожить, раскаяться и, не побоюсь этого слова, дал такую возможность иметь в своей жизни такие грехи, которые помогут вам находиться всегда в чувстве раскаяния перед Богом и получить от него прощение во всех остальных грехах. Помоги Господи. Наш следующий звонок из Московской области. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Батюшка, у меня вот такой к вам вопрос. Вот я только включила и вот по поводу брака. У меня такая случилась история, что мой муж, я как законная жена, а он обвинчался с женщиной в какой-то Владимирской области. Обвинчался. Но потом в споре он погиб. И вот я сейчас у него молюсь. А надо ли мне к этой сопернице новым образом сказать, обращаться, чтобы было развенчание? И кто я вообще ему теперь? Вот это вот меня постоянно мучает вопрос, но я о нем постоянно молюсь, чтобы ему Господь простил такой грех. Спасибо. Спасибо, Господи, за вопрос. Да, безусловно, вы просто не сказали, были ли вы венчаны между собой до этого. То есть, если у него не было венчания с вами, то, скорее всего, то венчание будет действительным. Но здесь есть некоторые вопросы, то есть, именно официальная церковная позиция в этом деле, что если человек не разведен официально и не создал семью, то венчание могут запретить. И поэтому не факт, что это венчание само по себе при существующем браке Бог принял как таковое. Поэтому, так как этот вопрос остается спорным, его можно оставить, это разрешение, до страшного суда, вам же нужно, конечно, молиться о своем человеке, если вы с ним не развелись официально, безусловно, вы должны считать его в некотором смысле, несмотря на его измену, его уход своим мужем, и молиться, чтобы Господь действительно простил ему многие грехи, которые были. Потому что это, во-первых, наш долг, и через сострадание к человеку, который сделал нам зло, грубо говоря, мы приобретаем Божий нрав. мы становимся настоящими христианами. Эту возможность упускать не нужно через молитву за своего мужа. Вы должны стать действительно настоящей христианкой и преодолеть все обиды, все недоразумения и поскорбеть о нем слезы для того, чтобы и самим очиститься, приобрести добродетель, и ему помочь, а для того, чтобы он был спасен и прощен Богом. Следующий звонок и Нижегородская область на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Благословите. Бог вас благословит. У меня есть сестра одинокая, она никогда не ходила замуж, и вот она считает, что это вообще самое страшное наказание, вот это одиночество, когда человек не замуж, вот она права, как вы считаете? Наказание, конечно, в Ветхом Завете, безусловно, это считалось большой ущербностью, когда человек остается один и когда человек не может родить детей, то есть когда он не может именно осуществить то благословение Божие, которое было учреждено еще в раю до грехопадения. Сегодня, безусловно, такие вещи происходят, и у каждого человека есть, конечно, свои причины, почему он не вышел, не вышла замуж или не женился. Это происходит у многих из нас по разным причинам. Если же человек остается один и уже ситуацию никак не поменять, то нужно это принимать как крест Божий, но обязательно нужно вспоминать те дни в своей жизни, когда, может быть, были какие-то случаи, когда мы сделали какой-то неправильный шаг и не услышали где-то голос Божий, если приходил какой-то человек, мы ему отказывали, прогоняли от себя, надеясь на лучшую долю. И знаете, таких людей сегодня очень много, которые живут около монастырей, покупая себе дома. Они приехали когда-то молодыми девицами, мечтали о, может быть, каком-то муже-семинаристе, может быть, батюшке, но видели они совсем в другом цвете и в жизни таких людей они не встретили. А всем, кто к ним подходил, они давали отказ. И сегодня они одни. И таких женщин около монастырей, особенно известно, живет очень много. И каждая из них может быть, себя обвиняет, может быть, считает, что это путь Божий. Но каждый человек должен себе сам рассудить, а были ли такие случаи, когда я сделал какую-то ошибку и кому-то отказала. Поэтому здесь нужно в человеке в самом разбираться, что это наказание, это, безусловно, есть ошибка самого человека прежде всего. А наказание Божие, за что наказание? Если человек сделал тяжкий грех в жизни какой-то, может быть. Если ты разрушил чью-то семью, может быть, ты не создашь потом свою. Всякое бывает. Но это, конечно, предмет исповеди, предмет исследования души человека. Следующий вопрос из социальной сети задает его Лена из Красноярска. Где-то слышала такое высказывание, кто не путешествует, тот читает книгу в скобках мира на одной странице. Скажите, пожалуйста, надо ли стремиться путешествовать с семьей? Как-то не хочется быть все время на одной странице. А так как мы православные, то путешествовать надо по святым местам, чтобы была польза душе. Ну, есть еще тоже, знаете, такая хорошая поговорка. Мне этим летом ее сказали. Отдыхай там, где живешь. Знаете, мудрейшая мысль. Почему? Потому что отдых человека безусловно зависит иногда и не от смены каких-то внешних ситуаций. Человек может отдохнуть и дома через духовное освящение, через прощение грехов, через какое-то духовное самопознание. но путешествия сами по себе они, безусловно, приносят в человека свои интересные смены состояний, удивлений, каких-то переживаний, чувств, восприятий. И поэтому путешествия не запрещаются, но всегда приветствуются для того, чтобы человек как бы съездил, посмотрел мир, если есть возможность. Что же касается посещения святых мест, то это даже и святая обязанность христианина. Приехать и привезти свою семью в святое место, поклониться святым мощам какого-то святого, помолиться там, приобщиться тому духу, побывать на местах подвига этого человека, прочитать его житие, помолиться ему. Это нужно делать. Чем чаще, тем лучше. И желательно всей семьёй. Я даже своим прихожанам говорю, что у кого нет машины, я говорю, обязательно покупайте, сдавайте на права и своими семьями ездите. Потому что, допустим, вы живёте в Красноярске, там святых мест немного. Там съездить, на самом деле, там очень мало куда можно съездить. В Венесейск можно съездить, там в Томск. А так-то, по большому счёту, там веры-то как таковой, там всего 400 лет, грубо говоря, как города, открылись. А вот в центральной части России здесь много куда можно съездить. Люди в течение дня могут несколько святых мест посетить. Поэтому для тех, у кого святые места далеко, это, понятное дело, сложнее, но чем сложнее подвиг, тем больше награда, тем больше люди получают. Поэтому обязательно по святым местам ездите, молитесь, получайте духовную прибыль и от путешествий не отказывайтесь, если будет такова возможность. у нас есть звонок, Самара, она в связи, мы вас слушаем, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Говорите. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Хотела задать такой вопрос вам. У меня сын, ему было два года, он крещён из православной церкви. Когда мы с мужем разведены, и там он древнее православие принял, ну, давно его крестили так. Вот. И вот, значит, когда ребёнку 18 лет вспомнилось, он его убедил, что древнее православие истинная вера и перекрестил 18 лет с его согласием. Вот. Я, конечно, молюсь за ребёнка. Вообще, как мне вот дальше быть? Я могу за него в храме подавать? И вообще, вот как быть? Нет. Вопрос понятен. Спасибо за вопрос. В общем, что касается, если вы про старобрядцев говорите, как я понимаю, да, скорее всего, то крещение, которым крестил его отец, если он-то вообще сам сделал, да, то, конечно, его крещение считается недействительным. Потому что сегодня старобрядцы и православная церковь все противоречия и анафемы были сняты, поэтому между нами есть общение. Если там у них сохранено священство, то, как говорится, нет никаких вопросов. Что же касается молитвы за вашего сына, вы должны молиться за него, как о заблудшем, с одной стороны. А с другой стороны, вы просто можете просить ему здравия, вразумления и спасения. потому что крещение его осталось действительным, которое было в православной церкви совершено. То есть, то, что он по каким-то заблуждениям как бы отрёкся от этого, может быть, даже не отрёкся, а что-то оттуда, потому что старобрядчество, но это получается в границах одной церкви сегодня это всё произошло. Детали нужно уточнять, как это всё было. То вы за него всё равно можете молиться, потому что он ещё пока находится в церкви. потому что он своего крещения как бы не лишился в этом смысле. Поэтому можете полноценно за него молиться, но как о заблудшем, чтобы вы спросили у Господа для него именно вразумление и покаяние, чтобы он вновь вернулся в луна церкви. Потому что когда человек в зависимости от того, насколько он отрекается, тогда мы его принимаем уже в зависимости от мира и от падения. Бывает, даже мы перекрещиваем, но я думаю, в данном случае перекрещивать его никто не будет, потому что всё происходит в рамках православия, поэтому всё остаётся в силе и поэтому можно полноценно за него молиться, о его спасении. Следующий звонок и в Великеновгород. На связи мы вас слушаем. Здравствуйте. 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 Задавайте вопрос. Вот я хотела бы знать, да, вот как относится церковь где-то рождение до брака? Ну как, деторождение в блуде, деторождение незаконное и на самом деле для детей, конечно, хорошего мало. Когда ваши дети вырастут, когда вот они будут знать, что мы зачаты вне брака, мы зачаты в блуде. то есть это на самом деле не очень положительная эмоция, которую дети наши будут ощущать. Поэтому церковь говорит о том, что блуд, именно отношения добрачные, то есть это есть тяжкий смертный грех. Другой вопрос. Понесёт ли ребёнок наказание за грех родителей, которые жили в таком состоянии? Здесь уже вопрос, что называется милости Божией. Ребёнок может не понести наказание, а может и понести некоторую немощь или болезнь для вразумления и раскаяния взрослых, которые считают, что они ни в чём не виноваты. Здесь на самом деле я считаю, что пока не поздно родителям нужно раскаяться, зарегистрироваться, повенчаться и воспитывать детей правильно, помня свои ошибки, вспоминая о них, раскаиваться перед Господом, чтобы ваше беззаконие не отразилось на детях. А это очень часто к сожалению бывает, потому что грехи они ведь тоже передаются. Есть такое понятие как родовой грех, то есть когда пороки они генетически передаются нашими детьми, поэтому родители должны бороться с грехами для того, чтобы детям меньше досталось этих грехов. Помоги Господи. Следующий звонок Екатеринбург на связи, мы вас слушаем, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый, здравствуйте. Здравствуйте, ведущий, здравствуйте, батюшка. У меня такой вопрос, мы с женой оба православные. У нас ребенок родился года три назад, вот, и были как бы завистники, которые против, так скажем, были этого, по своим каким-то причинам, вот. и вот сейчас жена как бы болеет, она ходит к врачам, то есть врачи говорят, вы совершенно здоровы, у вас чего нету, но она болеет, так вот, у меня такой вопрос, может быть, на самом деле кто-то сглаз или порчу навел, я бы вот хотел сказать, может, какие-то молитвы могут помочь, может, еще что-то, чтобы вот снять вот это. Спасибо. Да, действительно, такие случаи бывают, но мы, порча реально существует, влияние демонов на людей, безусловно, существует, это все есть, но, есть одно большое но, если мы не имеем нераскаянных грехов, тогда нам ничего не грозит, если мы имеем нераскаянные тяжкие грехи, тогда у нас, возможно, с нами будут происходить такие вещи, поэтому, когда происходит некоторые моменты, которые мы чувствуем, что, может быть, есть влияние непосредственно демонических сил, мы должны большой упор именно учредить для того, чтобы заняться духовным очищением от многих наших грехов, может быть, забытых, может быть, с кем-то когда-то кто-то поссорился, плохое слово сказал, пожелал кому-то, еще что-то, то есть, это нужно все вспоминать и раскаиваться перед Господом, а также нужно часто исповедоваться, часто причащаться, и, соответственно, если уже ситуации никакой не будет, то надо на самом деле пособороваться человеку, в святые источники съездить, потому что бывает так, что есть болезни, которые сегодня врачи не могут сказать, что это такое, и такие случаи у нас бывают, если недавно у нас был случай, у человека была болезнь глаз, серьезная болезнь, он очень плохо видел, но он был в России, в Германии, врачи сказали, ну ты здоров, мы ничего не видим, ничего не можем сделать, был совершен молебен этому человеку перед Тихинской иконой Божьей Матери, и все, и он получил прозрение, он исцелел, и никто не знает, что это была за болезнь, но все мы знаем, как можно вылечиться, поэтому употребите усилия веры, раскаивайтесь, молитесь Господу со слезами, и получите исцеление и избавление от демонических влияний, помоги ему Господь во всем. Следующий вопрос в социальной сети задает Екатерина из Екатеринбурга, я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком, муж вынужден работать на двух работах, и соответственно, бывает дома очень редко, справедливо ли с моей стороны просить его помогать мне в домашних делах, или просто нужно мне потерпеть, и как найти силы, когда кажется, что их уже совсем не осталось. Силу нужно всегда находить в молитве, и, как я уже сказал в начале передачи, в самоукорении. Когда мы обвиняем самих себя прежде всего, это есть рождение сил в нас самих, потому что эгоизм отнимает все силы у человека, и делает его неспособным на какое доброе дело. То, что ваш муж работает на двух работах, ему памятник вообще поставить надо. И на самом деле, если вы сидите по уходу за детьми, если детей у вас там ребёнок уговорили, вроде один, то есть постирать там, приготовить, я думаю, что здесь не составляет больших трудов. Поэтому, если он пришёл сильно уставший, конечно, его не надо беспокоить, его надо терпеть, а наоборот, надо его радушно встретить, обязательно, радушно встретить. То есть, никогда нельзя встречать человека, приходящего поздно с работы, скандалами, какими-то гримасами, плохим настроением. Он трудится, чтобы вас кормить, чтобы вы не умерли с голоду. И, соответственно, он, получая такое тепло и такой заряд духовной бодрости, он скажет, чем тебе помочь? Это естественным образом будет. А если мы начинаем требовать, ему тоже будет обидно. И поэтому каждый из нас, конечно, должен понимать и приходить к этому осмыслению в своей жизни, что нужно самоукорять самого себя прежде всего. Самим напрягаться ради своего ближнего. и видя наше дело, наше смиренно-мудрие, наш любящий человек тоже сам будет делать. А если он будет заниматься эгоизмом и требовать внимания только к себе, ничего не получится. Будут расприи, ссоры, разногласия, и в конце концов семейного мира не будет и спасения не будет совершаться. Следующий звонок из Московской области. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Задавайте вопрос. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Ситуация такая. Значит, у них жила девушка, скажите, довольно-таки давно, уже 6 лет назад была ушел как оттуда. Надо было сейчас ребенок, получается, в голоде. А сейчас я уже в данный момент вот как ушел оттуда, потом начал жить с девушкой другой, 6 лет живу с ней. И вопрос стал о регистрации отношений. Повстречавшись с батюшкой, он не благословил ни на отдача от ребенка, ни на регистрацию от отношений, сказал, что я должен вернуться в семью, где был у меня отдачат раньше ребенок. С ребенком я как бы вижу постоянно, как бы очень его сильно люблю и переживаю, потому что батюшка сказал, что у тебя и болезни, и у меня, и у ребенка все это от моего греха. Ну, на самом деле, конечно, вопрос очень сложный, то есть надо выяснять и ваши отношения с предыдущей вашей, так сказать, спутницей. То есть здесь все, ну, достаточно непросто. На самом деле, конечно, брать батюшка, он правильный вектор избрал, все-таки человек должен как бы первого, да, держаться с одной стороны, но с другой стороны, бывает так, что уже поезд уходит и уже, бывает, не вернешь. Поэтому надо вам самим подумать, решить, может быть, попробовать как-то в самом себе смыслить тот переход, а возможно ли возвращение, условно говоря, в первую семью, возможно ли это возвращение, ждут ли меня там, люблю ли этого человека, то есть вообще, что произошло, что происходит и что есть у меня сейчас. То есть это все нужно осмыслить и может быть даже с батюшкой переговорить еще раз, потому что, да, прошло уже немало времени, все-таки 6 лет, но здесь, как говорится, конечно, ну, надо очень пристально все это дело разобрать, чтобы не наделать ошибок, потому что можно разрушить и то, что есть, и уже потом не собрать ни то, ни другое, и получится, что это получится, и получится, что, ну, вот опять недоросли, опять все брошено, ну, а как бы зачем все это дело, поэтому надо как-то вот с этим вопросом определиться, более скрупулезно, раскаяться перед Господом, конечно, в том, что были сделаны ошибки в своей жизни, и с батюшкой поговорить еще раз и как-то вот осмыслить, как это все будет происходить, но прежде всего нужно, может быть, как-то самому подумать, что для меня есть вот та первая семья, и, собственно, женщина, потому что, что ни говори, а мужчина живет с женщиной прежде всего. Для женщины дети первое место занимают в семье, для мужчины женщина, дети второе. Мужчина спасает женщину, женщина тянет за собой детей, и так вся семья спасается. То есть, поэтому это тоже очень важно, и это тоже нужно рассмотреть. Поэтому сейчас резкие движения ни в коем случае не делайте, но обо всем подумайте, помолитесь с покаянием, с раскаянием, и каждое это со размышлением старайтесь как-то со своим батюшкой обсуждать. Следующий звонок из Магнитогорска, мы вас слушаем, здравствуйте. 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 Батюшка, благословите? Бог вас благословит. Мне сейчас все четыре года, а в детстве я создала икону Николая Чудотворец по влияниям, раньше было против Божия, и вот я кино посмотрела, и по влиянию кино пришла, эта пора разрубила икону Николая Чудотворец и бросила печку. Что мне будет за это? Сейчас и коровь только. И какое понесут ли дети наказание мои? Ну, знаете, в советское время много было у людей неверующих грехов, все это было совершено, конечно, по неведению. Грех, безусловно, да, здесь присутствует, грех тяжелый, но если вы раскаиваетесь в этом, то батюшка Николай, безусловно, не обиделся, безусловно, по своей доброте, по милосердию, которую он стяжал в своей жизни и уже, как говорится, обладает этим милосердием у престола Божия, поэтому он поможет вам перед Господом оправдаться в этом грехе. Молитесь, батюшки Николая, и, может быть, как в знак некоторого искупления, закажите икону сителю Николая писанную, у иконописца какого-нибудь, и эту икону, как семейную, осветите, благословите этой иконой своих детей, и пусть она потом переходит из рода в род вашей семье. То есть, как вот восполнение той утраты, которая была. Следующий вопрос. в социальной сети Дмитрий из Нарафаминска задает вопрос. Если не получается создать семью, Господь не посылает матушке, есть ли смысл молиться и ждать или выбирать другой путь, монашеский? И второй вопрос. Венчай недавно слышал о том, что есть венчание для пар долго проживших в браке, не второбрачных. Его нет в обычном требнике. Расскажите об этом. Ну, может быть, кто-то сочинил такой чин, да, но я, как вот пока ничего не слышал. Но на самом деле, да, ну, безусловно, такой чин должен быть. Они не второбрачные, они прожили, но вот, как говорится, должны быть какие-то изменения, потому что всё-таки там, так же, когда они же венчаются, допустим, людям по 50 лет, ну, там, мы молимся о том, чтобы Господь детей там дал, да, в требнике. Ну, зачем? Это как бы тоже не нужно уже. Здесь как раз нужно некоторое переосмысление, потому что в древности, конечно, был, как бы, некоторый костяк и, соответственно, все священники, епископы, зная, как бы, некоторую основу молитвы, да, они молились своими словами. И в зависимости от ситуации, безусловно, были произносимы прошения индивидуальные. Потом, когда возникли чины, и так всё служилось, что чины возникали каким образом? Все были крещены, все же прижинились, венчались, поэтому, ну, всё было естественно, не венчанных не было. Если кто-то расходился, потом второй брак делали, то есть, венчание для второбрачных, всё было просто. Сейчас ситуация очень сильно перемешана, поэтому, конечно, такие трудности возникают. Но, тем не менее, молитва, она есть молитва, какой бы чин ни был совершён, ведь молимся мы, в общем-то, о благословении. И как бы оно ни было выражено, это благословение, какими словами, то есть, Господь-то всё равно знает наши сердца, и всё зависит не от того, иногда, конечно, что мы прочитаем, да, а то, с каким чувством, с каким настроением мы стоим при таинстве. Что же касается молитвы о выборе пути, то могу так сказать, что не всякий человек сразу может определиться, жениться ему или в монахи идти. Это на самом деле процесс очень такой своеобразный. У некоторых это всё происходит рано, у некоторых очень поздно. Поэтому, в вашем случае, ну, по-видимому, может быть, это происходит лишь только потому, что пока вы не встретили девушку, с которой могли бы создать семью. Поэтому, так и бывает. У нас, допустим, в семинаре там у ребят уже и прошение подавали, даже в монахи. Прошение уже лежало на столе у епископа, он просто встретил девушку и всё, и всё поменялось сразу. И желание в монастырь пропало. Всё не потому, что какая-то страсть возникла там или ещё что-то, нет, не поэтому, а именно то, что попался человек, встреча с которым просветила человек и дала ему некоторое осознание того, что ты не на тот путь хотел встать. И даже был такой случай у нас, одного человека хотели целебатом рукоположить, в общем, отправили на рукоположение, а епископ говорит, я сейчас уезжаю, приезжайте через месяц. Он приехал домой, пошёл к другу на свадьбу, там была девушка, то ли он со страху расхрабрился, до этого был очень скромный человек, в общем, все участвовали в этом знакомстве, в концовке они поженились, через два или три месяца, и он поехал уже потом женатый на рукоположение. То есть, поэтому здесь всё зависит именно от встречи, либо с человеком, либо с Богом. А после этой встречи происходит изменение человека, либо брак, либо монашество. есть звонок, Выборг на связи, мы вас слушаем, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. Батюшка, благословите. Бог вас благословит. Вы знаете, у меня такой вопрос. Значит, моя дочка познакомилась на крестинок с прёстным отцом, и они вот сейчас собираются жениться. Значит, разговоры бесполезны, маму, мы любим друг друга, Господь за любовь, но они не могут быть венчанными, потому что они крёстные одного ребёнка. Вот скажите, как быть? Вот помогите совету. Что делать? Значит, что делать? Такая ситуация уже была в моей жизни. Я могу так сказать, что остановить вы их уже не остановите. Этого и не надо делать, потому что если люди не осознают некоторых вещей, то это уже не осознают. Поэтому здесь вот значит, ситуация решается по двум путям. Первый путь, с одной стороны, мы, конечно, если эти люди идут к Богу, мы, на самом деле, не должны встречу со Христом делать этим людям, допустим, с некоторого запрета, да, с одной стороны. А с другой же стороны, есть законное решение этого вопроса. На самом деле, да, всё правильно. Канонически они не могут, потому что у них есть первая степень духовного родства, потому что они отец и мать, одного ребёнка. Но если написать письмо епископу или даже лично приехать и объяснить ситуацию, то можно получить официальное благословение архиереи, потому что священник такое благословение дать не может. Но епископ может дать разрешение на брак и благословить на создание семьи, на рождение детей. Поэтому я так могу скажу, что всякое в жизни бывает у людей, ну, всё бывает в жизни, это жизнь. Поэтому постарайтесь доехать до епископа, переговорить с ним, объяснить ситуацию, может быть, с молодыми и получить благословение. То есть, если же нет, такого благословения не будет, ну, тогда уже, конечно, я думаю, что и молодые призадумаются, и сам владыка скажет. Понимаете, а если фон, ну, как-то духовно благословить, то, значит, всё хорошо и будет. Езжайте к епископу. Следующий звонок из Апрелевки. Слушаем вас. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Добрый вечер, батюшка. Добрый вечер, ведущий. Раба Божия, Елена, беспокоит. У меня вот такой вопрос. Мне 52 года сейчас. Дети, у меня уже взрослые. Я проживаю одна, но скоро должен мук родить. Ну, как бы, знаете, бывает иногда так скучно, иногда, думается, ну, вообще-то я не хочу замуж. Ну, находятся мужчины. А могу я не выходить замуж? Не грех будет, если я проживу одна. Ну, так это будет очень хорошо, потому что, так говорит апостол Павел, кто остался без мужа, не ищи мужа, но пребывай в молитвах к Господу, посвяти себя Господу. Говорит, а если же кто не может, да, то надо выходить замуж, кто не может. Бывает так, что люди в старости не могут и женятся, сходятся ради того, чтобы в старости пройти вдвоем. Но если есть хорошая семья, хорошие дети, поддержка, все, то будьте молитвенницей за всю вашу семью, за детей, за внуков. Пребывайте постоянно в постах и молитвах перед Господом. И это будет, конечно, лучшая доля послова святого апостола Павла. Следующий вопрос в социальной сети. Ирина из Нижнего Новгород задает вопрос. 25 лет, в браке 3 года, не венчались, детей нет, но хотим. Муж склонен выпивать и гулять допоздна. Это главная причина семейных ссор. После примирения он обычно воздерживается от алкоголя, но со временем начинает спрашивать разрешение выпить. Как быть в таких случаях? Если запрещать, то сорвиваться. Если разрешать, начнет злоупотреблять добротой, читая молитвы от недугопьянства. Вообще, видно, муж послушный у вас. То есть, прям, очень даже удивительно, что спрашивать разрешение, это на самом деле, очень, можно сказать, неплохо вы живете, потому что других людей очень бывают сложные проблемы. Как решить такую ситуацию? Значит, тут надо выяснять, задуматься, почему у человека есть желание выпивать. С одной стороны, и с другой стороны, почему нет желания остановиться, когда человек выпивает. Соответственно, разобрав эти два вопроса, делаются два решения. Если человек не может останавливаться, тогда выпивать нельзя вообще. Нет и всё. То есть, это нужно не силам, а именно через убеждения, через просьбы, через мольбы, через уговаривания, через какие-то поддержку душевную, потому что обязательно нужно по-хорошему с человеком решать. Не скандалами, не распрями, не нервотрёпкой, а именно по-хорошему. Не сразу всё это получится, но по-хорошему надо добиваться своего, по-хорошему. А второе, если человек всё-таки может, не уходить, допустим, в запои, а именно выпивать, то тогда это нужно делать умеренно, но всей семьёй, какие-то праздники, ещё что-то, делать какие-то вечера, допустим, человек устал, если он работает, ещё что-то. Иногда нужно отдавать человеку в семье такую разрядку. И если фонд знает, что я могу спокойно реально посидеть с женой, всё нормально будет, и дальше ничего не будет, но это естественно. Лучше пусть это произойдёт в семье, без скандала и в нормальной обстановке, и человек получит некоторое утешение, которое, в общем-то, пытается получить через употребление алкоголя. Если же такое не получается, ну тогда нужно, как говорится, как-то так. Но вообще, нужно быть очень аккуратным, чтобы не перегнуть палку. Батюшка, с чего начинать спасение в семье? Семьи? Но прежде всего, конечно, спробуждение в себе заботы и понимание того, что каждый из нас имеет перед Богом святую обязанность, чтобы все его близкие, домашние, спаслись во Христе. Это, прежде всего, нужно начать хождение в храм, исповедование, причастие, участие в таинствах, изучение православной веры и, как я сказал, нужно обязательно начинать со смиренно-мудрия. То есть, переплавлять себя, жить по евангельским заповедям, уступать друг другу, самоукорять, брать на себя вину, не спорить, не раздражаться, не ругаться, хранить семейный мир и прежде всего, самому показать пример христианского добродетельного жития. Если у нас будет такая духовная борьба, то Господь поможет нам и, соответственно, все наши близкие через наше обновление получат приобщение к благодати Божией. Равна ли ответственность за спасение других, если можно так выразиться, в семье? Конечно, равна. Ответственность, безусловно, равна, потому что у мужчины, как священника, образно говоря, в семье, у него своя ответственность. У жены, как у диакона, как у служителя, у него своя ответственность. У детей, как у прихожан, своя ответственность. И она равна перед Богом, потому что каждому по силам даётся своё служение. А вот те роли, которые, известно, существуют в семье, в наше время часто нарушаются или подменяются? как всё-таки к ним правильно относиться? Но всё-таки нужно стремиться к богозданному иерархическому распределению. Муж – глава семьи. Жена его помощница, соратница, сподвижница, она вышла за муж. И женщина должна понимать, что она должна жить мужем. А Бог, а то есть, а муж должен жить Богом. А дети должны жить своими родителями до тех пор, пока они не вырастут и создают свои семьи. И в завершение вопроса социальной сети задаёт его Наталья из Нижнего Новгорода. Батюшка, скажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы мой молодой человек стал более верующим, то есть, читал Библию утренние вечерние молитвы, чаще ходил в церковь. Я подарил ему Библию молитвослов, уговариваю, чтобы читал. Скажите, нужно ли всё время его просить? Или человек сам должен к этому прийти? Заранее благодарю. Подписал ещё 23 года. Да. Человек должен к этому сам прийти, но делать это нужно всё вместе. Вы делайте и приглашайте его участвовать в том, что вы делаете. И он, естественно, образом втянется. Уважаемые телезрители, напоминаю, что наш сегодняшний гость настоятель храма Тихвинской иконы Божьей Матери в селе Выпоково священник Максим Каскун. Батюшка, время нашей беседы уже подошло к концу. В завершении благословите наших телезрителей. Божьим благословением, дорогие братья и сестры, берегите свои семьи, потому что семья — это самая главная ценность сегодня, которую мы имеем в этой земной жизни нашей. Спасибо, Господи. Большое спасибо. Всего вам доброго. Уважаемые телезрители, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова